Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомился с девушкой 24, возникла симпатия, понял, что мы с ней на одной волне, много общего, общались по приписке, потом пригласил домой, первое свидание. Там же поцелуй произошёл, секс, после сообщения от неё, извините, не моим вкусом, мы можем дружить, проводить время, но я не рассматриваю тебя как парня. Я согласился на дружбу, дружить мы просто не смогли, занимались сексом в каждой встрече, лежали, обнимались, смотрели фильмы, гуляли, целовались, виделись часто, привык к ней. Все, и она инициативу проявляла, искала встречи со мной. Мы соседей были, сын оставлял на маму, меня почти жила. Я встал намекать на отношения, она рада ещё, давай узнаем друг друга, пристрёмся к друг другу. Я торопился с отношениями, обжигалась сильно, больная тема для неё, я так понял. Прошло 5 месяцев, я был счастлив, постоянно с ней ничего, на неё не жалел, подарки, внимание и т.д. Опять я поднял тему об отношениях, мы поговорили, пришли к выводу, что пришло время. Она меня узнала лучше, привыкла ко мне, что нравлюсь ей. Просто как она сказала, на тот момент не хотела отношений, вот почему сказала, что я не в её вкусе, потом решение поменяло. Я так же признался в чувствах, стали полноценно встречаться, она хотела меня познакомить с сыном, я предложил приехать ко мне. Она, я подумаю, всё было классно, как мне казалось, вечерние прогулки, романтика, цветы. Я уделял внимание как мог, прошёл всего лишь месяц после наших полноценных отношений. Приходит сообщение от неё, что нам нужно расстаться. Как она объяснила мне вживую потом, то я изначально говорил, это не моим вкусом. Встречаться с тобой это не для меня, я попробовал и не изменилось ничего. Без обид мы можем общаться, как раньше. Я был смятен, ещё она добавила, что у тебя есть привычка, которую я не могу принять. Я опять-то признался в чувствах, как она мне дорога, что я готов изменить эти привычки в ответ, а я же тебе говорю, что они в моём вкусе, не надо ничего менять, не хочу это обсуждать. И после этого, зачем мне дружить с ней, проводить время как друзья, заниматься сексом? Это вопрос ваш. Пока она ещё и поставила границу, больше никаких поцелуев в гулянии бобрычка, я попробовал с ней провести время, мы сидели, смотрели фильм как чужие люди, не обнять ничего, и мне было неприятно, послезло в тени в моём вкусе. Вообще с ней время проводить. Зачем она мне давала надежду? Если изначально не рассматривала меня как спутника жизни, я веду мой запитатель, что ты ко мне раз так охотно проводила время, а потом говорил, что нравлюсь ей. Но продолжу я с ней дружить, заниматься сексом без обязательств, что изменится. Буду ли я счастлив, ведь мнение она со временем не поменяет, да и относится, она по-другому застала ко мне, я чувствую, как будто это другой человек, и я уже не сильно ей нужен и интересен. Обидно, как-то всё это. Иван, я думаю, что вы, конечно, нуждаетесь сейчас в поддержке и сочувствии, но мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующую вещь. Первое. Значит, понял, что мысли на одной волне. Что это для вас значит? Вот просто. Давайте попробуем создать картинку вашей некоторой такой вот психологической реальности. Мысли на одной волне. Что это для меня значит? Я познакомился с девушкой, как возникла симпатия, что я в это вкладываю. Много общего пишите вы, что конкретно общего, потому что сейчас это общее никуда не делать. Да? Значит, что для вас значит поцелуй и секс. Дальше, извините, не в моём вкусе написала она вам после секса. Вы пишите, вы говорите, что согласились на дружбу. Вот обратите внимание, она вам сразу сказала, что вы не в её вкусе. Почему вы подумали, что это изменилось? Вы пишите, значит, привык к ней. Что это значит? Привык к ней. То есть, что конкретно вы здесь имеете в виду. Да? Потому что привык к ней лично я расцениваю как привязанность. Она нам нужна для комфортного существования. Дальше. О, значит, я названную инициативу, это немножечко не то. Я стал намекать на отношения. Зачем? Мы стали намекать на отношения. Вы пишите, ничего на неё не жалел, подарки, внимание. Вот у меня здесь ощущение, как будто бы вы в неё вкладываетесь. Вы складываетесь, чтобы она была с вами. Вы пишите, опять поднял тему об отношениях. Зачем? Вот. Дальше. Вы пишите, что она сказала, что вы ей нравитесь. Одно другое не исключает. Человек может не быть во вкусе. Как мне кажется, повторюсь, если у вас есть как бы другая позиция, то это нормально. Вот, значит, значит, так. Я тоже признался в чувствах. Что это значит для вас? Какие чувства? Стали полноценно встречаться. Говорите вы, вот что это значит полноценно встречаться? Что это значит для вас? Она хотела меня сильно познакомить. Так, я предложил приехать ко мне. Вот понимаете, как бы, вот у меня есть ощущение, да, что вы соглашаетесь на дружбу, когда вам прямо говорят, что вы не во вкусе девушки, вы соглашаетесь на встречу, о, на дружбу. И дальше происходит подмена понятий. Вы заменяете симпатию к вам, желанием хорошо провести время, желанием секса и так далее. Матя. Вот в чем проблема. Если ей было хорошо, если ей было неплохо, она проводила время. Тем более, что вы сами соглашаетесь на дружбу. Да, это максимальное, максимальное отдаление от ответственности. Да, это максимальное нежелание обременять себя свободой, не обременять себя обязательствами в отношениях. Да, это правда. Но, как бы, по-моему, изначально это было очевидно. Что, когда она говорит, да рано еще, я обжигалась. Совершенно очевидно, что раз человек обжигался, значит, серьезное отношение, оно не хочет. Но вы думаете, что именно с вами она в отношения может вступить. Да? И для вас это стало уже чем-то больше, чем просто желанием делать человека счастливым. Для вас это стало способом решить какую-то свою проблему. Вопрос только в том, какую. Да я, например, думаю, что проблему неуверенности в себе. Как мне кажется. Или проблема одиночества. Вот. Но тут нужно смотреть. Нужно смотреть. Может быть, что-то еще вызвать. Значит, я предложил приехать с ней. То есть, да, вы начинаете, как бы, наращивать и с сыном под знакомыми, переезжая ко мне, да, как бы, то есть, вы начинаете давить на человека. Зачем? Для чего? Плазите сюда. Вот. Ну и вы давите, она как пружина, соответственно, распрямляется вас отталкивать. Все в порядке вещей. Вот. Есть такая игра о догонялке. Вот. Вы изучите. Это детская игра. Вот вы в эту игру играете. Вот. Ну, точнее, она. Ну, я думаю, как. Я думаю, что если бы вы стали быть вместе, если бы вы стали быть вместе, а något здесь неч parfait, у вас бы начались проблемы. Вы пытались её контролировать... контролировать. Потому что, очевидно, что вы пытаетесь к...ibil... ее к себе привязать. Вот. Это контроль был бы с вашей стороны возвращающий, возможно, И, соответственно, за счет контроля вы бы от нее как-то отдалялись. Поэтому здесь еще и близость, как у вас с близостью. Потому что ожидание, как бы то, что вам обидно, это означает, что ваши ожидания не оправдались. А ожидание возникает, когда вы перекладываете ответственность на другого человека за то, что хотите сам. Поэтому это мешает за сближением. И вы давите на нее. Давите на человека в данном случае. Значит, приходит сообщение, что он изнародствовался. Изначально я говорил, что он снимает внимание в курсе. Причать с собой это не для меня. Но я попробовал и не смутил. Но это правда. Она говорит про свой опыт. Она говорит про свой опыт. Да, может быть у нее есть страйки какие-то. И скорее всего они есть. Тем более, что там ребенок, вероятно неудачный брак. Вот. Но опять же вас это почему-то не насторожило. Да? То есть человек может быть имел далеко не самый приятный опыт отношения. А вас вот не насторожило, что это может быть и на вас перенесено. Понимаете? Вот. Вам было хорошо. Это правда. Но вы издали, что все будет как обычно. А все не как обычно. В данном случае. Я был в смятении. Что это значит? Сейчас добавилось, что у тебя привычки. Которые не могу принять. Что это привычки, кстати? Так. Значит. После этого зачем мне дружить? Это вопрос к вам. Проводите время как друзья. Это вам вопрос, Иван. Это вам вопрос. Вам будем сформулировать то, в чем вам помощь психолога начнет. Психотерапия. Вот. Она поставила к традиции. Я попробовал пройти время. Значит. Почему она мне давала надежду? Она вам не давала надежду. Никто не может дать никому надежду. Надежда может зародиться только у самого человека. И если бы вы не наполняли бы свои отношения желанием решить некую свою проблему. Если бы вы этого не делали, у вас не было бы такого. Ну да. Было бы неприятно. Это всегда неприятно. А вот. Но. Не было бы такого. Таких. Ого. Переживаний. Значит. Вы пишите. Я думал, что она стала убирать, что она ко мне раз охотно проводила свое время, а потом договорила, что я нравлюсь ей. Почему-то вы слышите только то, что хотите слышать. То, что вам наполнил, но не слышите того, что вам не наполнил. Знаете. Вот обратите внимание на это. Избирательное. Да. Она это говорила. Но так же она говорила и другое. Измерьте это за это ощущение, что она не знает чего хочет, веря я. И вот надо бы как бы для себя спросить, а вообще я с человеком, который не очень знает чего хочется быть хочу, которого вот на пятую сторону шаг. Да. Понимаете какая штука. Ого. 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 Обращайтесь. Будем рады помочь. А на этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Ну все. Ого.